В период новогодних каникул в трех дворах поселка Октябрьский прошли новогодние представления. Организаторы, администрация округа и коллектив культурно-досугого центра Октябрьский. Об одном из мероприятий в материале моих коллег. Ну шикарно же! Двор на Комсомольской 6 один из старейших в поселке. Большая часть семей многодетные. Живут соседи дружно. Дети танцуют, взрослые обмениваются новостями. Устанавливают это уже не первый год. Вот у нас елку во дворе, так как у нас очень много многодетных семей на улице. Устанавливают елку, представление делать. Конечно, очень большое спасибо им. Первый раз в такой вот праздник. Очень хорошо. Центр двора, танцевальная площадка. Главный герой мероприятия, символ 2023 года, кролик. Аниматоры, специалисты культурно-досугого центра Октябрьский. В программе выступления лучших творческих коллективов. Родилась такая традиция, но она давнишняя традиция. Поздравлять всех соседей с Новым годом. И вот мы решили точно так же это сделать более организованно. То есть собрать команду аниматоров, артистов и проехаться именно по дворам. И поздравить всех жителей с Новым годом. В программе и мастер-класс «Варежка Деда Мороза». При изготовлении варежки дети проявили свои таланты в аппликации, в рисовании карандашами и красками, в работе с наклейками. Мы будем делать вот такого плана. Даже вот такие маленькие варежки. Так что ждем всех к нам на мастер-класс. Обязательный атрибут дворового праздника – сладкий стол. Кондитерские изделия и горячий чай. Представление в разгаре. К ролику присоединились Снегурочка, Дед Мороз и глава округа Владимир Волков. Растите большие, слушайтесь своих родителей, растите здоровенькими, набирайтесь сил. Ну и, конечно же, взрослым терпением в новом году, в 2023 год для нас будет интересный. Люберцам исполняется 400 лет, так как мы единый опыт, будет много мероприятий интересных. Владимир Волков пообщался с люберчанами, которые, пользуясь случаем, задали главе ряд вопросов. А потом принял участие во вручении подарков юным люберчанам. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.